Здравствуйте! В студии Ростислав Билок и вы смотрите главные новости. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем. Дорожная разметка и ремни безопасности в администрации области обсудили ситуацию на дорогах. Сейчас идет активный сбор денежных средств для установки бюстов героям-разведчикам. Память героев увековечит. На бульваре Победы появятся бюсты Образцова и Санько. Город Орел в 2018 году будет принимать чемпионат мира по школьному самбо. Продвижение русского языка и литературы через самбо. В областном центре открылся всероссийский фестиваль, посвященный Дню студента. Обеспечение безопасности пассажирских перевозок – главная тема заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Встреча состоялась в администрации области. Под особым контролем с начала учебного года взяты школьные маршруты. Отдельное внимание на комиссии уделили недостаточной освещенности улиц и улучшению качества нанесения дорожной разметки. Ксения Туркова с итогами встречи. С началом нового учебного года вопрос детской безопасности первый на повестке. В совещании областной комиссии по безопасности дорожного движения началось с подведения итогов работы по летнему сезону. Все эти мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий, организовано, сважено. Доставляли детей к местам отдыха и в Республику Крым. Здесь мы проявили сваженность другими субъектами. На территории области действует 325 школьных маршрутов. Еще 7 открыли в этом году. Ежедневно по ним перевозят 5000 детей. На балансах муниципальных общеобразовательных организаций находятся 218 школьных автобусов. Допущено к перевозкам школьника все 100%. Близи учебных заведений в этом году будет оборудован ряд пешеходных переходов. Работы планируют завершить в октябре. За счет экономии средств Дорожного фонда Орловской области выделено дополнительное средство в размере 42,9 миллиона рублей на капитальный ремонт пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Из них 20 миллионов рублей для выполнения работ на 16 пешеходных переходах, расположенных на региональных автомобильных дорогах. И 22,9 миллиона рублей для выполнения работ на пешеходных переходах в городах Орелом, Ценск, Ливне, Болхов, поселках Знаменках и Тенец, Глазуновка. Это 29 объектов. Также было рекомендовано наладить механизм прохождения медицинского обследования для водителей транспортных средств перед выходом в рейс. В первую очередь это касается областных районов. Они проходят свидетельственность в центральной больнице, в Трастне. Ну и, естественно, не все успевают доехать. Поэтому давали поручение организовать медицинское свидетельственность через флапов. Я просто прошу эту работу взять на контроль. Также на комиссии затронули проблему плохой освещенности дорог. К работе городской администрации были озвучены претензии. Вынужден констатировать, что не выполнены рекомендации города Орла по увеличению освещенности и нанесению разметки термопластика в местах дислокации приборов фото- и видеофиксации, то есть на 14 перекрестках. Из-за недостаточной освещенности и нечеткой разметки возникают трудности при фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По данным областной госавтоинспекции, забракованы более 7 тысяч протоколов на общую сумму более 4 миллионов рублей. Нами поданы иски Ростелекому о понуждении их приведения освещения улиц города Орла в надлежащее состояние. Что касается недополученных штрафов, которые были озвучены, я дам поручение юристам, чтобы в рабочем порядке проработали этот вопрос. Проблемные вопросы будут проработаны детально. По итогам встречи решено провести совместное совещание городской и областной комиссии. Ксения Туркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Новый конкурс перевозчиков не должен быть провален, как предыдущий, отметили депутаты городского совета. О том, что предпринимает мэрия по решению проблем в городе, говорилось накануне на комитете по предпринимательству. В результате вот этого электронного аукциона мы не знаем, что будет. Правильно? Аукцион на два года будет заключаться. И неизвестно, чем он аукнится для жителей. Поэтому мною, в связи с обращениями жителей города Орла, в частности моих избирателей, был написан депутатский запрос. Для разбирательства вот этого аукциона, то есть погружения туда нас, депутатов, чтобы мы знали, что там происходит. Народные избранники напомнили чиновникам администрации, что в результате предыдущего конкурса не только не сократилось количество маршрутов в городе, но и людям пришлось ездить с пересадками, что дополнительно ударило по их карману. Новый конкурс пообещали сделать максимально прозрачным. Депутаты же отметили, что ждут от транспортного отдела администрации концепции по развитию городского транспорта. Минздрав пока не принял решение о наказании родителей за отказ от прививок. Ранее речь шла о том, что министерство рассмотрит возможность материального воздействия на родителей, которые отказались от вакцинации детей, сообщает российская газета. Альтернативы быть не может, вакцинация необходима, констатирует главный врач НКМЦ имени Круглой, кандидат медицинских наук Алексей Медведев. Накануне он ответил на вопросы орловчан в прямом эфире первого областного. Это нужно делать абсолютно. И аргументы очень простые. Это доказано сегодня, доказано объективно, доказано во всем мире и в развивающихся странах, и в благополучных странах. И это на самом деле единственный действенный метод. Ни одна таблетка, какая бы красивая она ни была и в какой бы красивой упаковке, она, к сожалению, не даст того эффекта, который дает сегодня вакцина. Речь также шла о новых проектах клиники, уникальном популяционном исследовании детей, которые в нашей стране не проводилось почти 40 лет, и открытии больничной школы на базе НКМЦ. Напомним, проект «Учим, знаем!» стартовал в начале сентября. Поддержку оказали ведущие медицинские центры страны и правительство Орловской области. Здесь врачи, здесь ваши родители, здесь теперь еще и ваши учителя. Их задача сделать так, чтобы вы немножко отвлеклись от своих болезней. Начали заниматься уроками, вы начали получать знания. Знания вам очень нужны. Россия очень нуждается в умных, крепких людях, гранатах. Вот говоря о школе «Учим, знаем!», я бы хотел немножко календарь отмотать. Три года назад и сказать, что когда обсуждалась идея открыть в Орле детское онкологическое отделение, очень многие из моих коллег, из моих старших товарищей, из наших докторов говорили, что это все совершенно утопия. Из этого ничего не получится. И очень важная вещь – поддержка власти. Потому что вот в этом проекте, как и многих других, но вот в этом особенно, Вадим Владимирович нас поддержал, поверил в то, что это можно сделать. И вот сегодня мы пришли не только к тому, что наше отделение работает не просто как рядовое отделение, работает как межрегиональный центр. В нашей стране начали подводить первые итоги года экологии. Им объявлен 2017 год. Напомним, существующий указ президент Российской Федерации Владимир Путин подписал еще в январе 2016 года. Главная задача – улучшить общую экологическую картину в стране. Особое направление – проведение озеленительных работ. В этом году в Орле посажено более трех тысяч деревьев и кустарников. Эти и другие данные были озвучены в рамках круглого стола в администрации Орла. Уже на сегодняшний момент можно говорить о том, что сделан большой объем работы, но, безусловно, главное достижение года экологии – это объединение усилий администрации города Орла, общественных организаций и граждан в сфере практической реализации природоохранных мероприятий. Еще одна тема обсуждения – вывоз мусора из частного сектора. Сегодня более 80% жителей заключили договоры со спецавтобазой. Как было отмечено, ни одна компания, кроме этого предприятия, не изъявляет желания вывозить мусор из частного сектора. Тариф за вывоз составляет 145 рублей за кубометр. Во многих городах ЦФО данный тариф давно превышает 200 рублей. Есть при областном департаменте внутренней политики отдел поддержки молодежных инициатив. И вот его сотрудники собрались на погост с метлами, граблями и пакетами для мусора. Помогли им волонтеры Победы. И был это субботник на братской солдатской могиле на Крестительском кладбище. А провести этот субботник попросили из Санкт-Петербурга. Сергей Быковский все объяснит. Дмитрий Фамилия Гуркин Многим он будет примером землекоп на Крестительском кладбище. Увидал людей на водящих порядок и сам подошел, предложил былье покосить на солдатских могилах. Да, захерело это братское захоронение тех, кто погиб в 43-м году за Орел. Но убрать здесь волонтеры Победы из ОГУ и призвавшие их чиновники из отдела поддержки молодежных инициатив решили, идя вообще-то и поначалу на одну лишь могилу. На эту Василий Образцов. Разведчик вместе с Иваном Саньковым, одрузивший над Орлом Красное Знамя. Ночью девять разведчиков вошли в Орел. Семеро автоматчиков из новеньких прикрывали Санькой Образцова. Угол дома был начисто снесен снарядом. Но подняться все-таки можно. Хрустя осыпавшейся штукатуркой добрались до чердачного люка. Еще несколько минут и заполоскало по ветру Красное Знамя. Займется рассвет и увидят его немецкие солдаты, и наверняка ни один из них оторопело вскрикнет. Это мы цитируем свой же недавний сюжет, в котором о Санькой Образцове говорили уже как о памятниках. Точнее так. 75-й годовщине освобождения города на бульваре Победы должны встать бюсты этих солдат. Чтобы затея удалась, нужно было найти родственников красноармейцев, заручиться их согласием и заведеть надписи на постаментах. К поискам родни подключился и наш телеканал. В результате совместных усилий, искали с полицией и архивистами, родственники Санько и Образцова были найдены. У Санько сын в Москве, у Образцова дочь в Питере. Она-то, когда все дела, связанные с установкой бюста, обсудили, и попросила сходить на могилу к отцу лишний раз прибраться. Так и сделали. Потом поехали на Ивано-Богословское кладбище на могилу Санько. Тоже наводить порядок и подкрасить оградку. Впрочем, сделать до следующего августа надо еще много всего. Например, собрать такой же мешок, но только денег. Сейчас идет активный сбор денежных средств для установки бюстов героям-разведчикам Санько и Образцова. Денежных средств не хватает. В чем вышел нам на помощь Орловский благотворительный региональный фонд «Победа», который в ближайшее время готов провести ряд благотворительных акций патриотической направленности с выставкой оружия Великой Отечественной войны, формой тех времен для сбора денежных средств, чтобы еще раз горожане, жители Орловской области, а также гости города Орла смогли внести свой вклад в установку данных бюстов. Этот мир имеет двойственную природу. Это знает каждый. Инь-ян, мальчики, девочки, добро, зло, аверс и реверс, каждая палка, что о двух концах, бульон о могилах. И напротив, борьба за историю и прославление подвига. У всего есть альтернатива, обратный полюс и изнанка. Нет этого. Только у нашей победы. Такая она. Навсегда без противоположности. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Группы смерти в соцсетях, к сожалению, пока непобедимы. В ОМВД провели заседание с участием экспертов, где говорили о мерах профилактики и борьбы против тех, кто склоняет к суициду подростков. Алена Касаткина продолжит. Тема профилактики суицида среди подростков стала главной на выездном заседании комитета Орловского облсовета. Недавно свет нас захлестнула волна сообщений о людских потерях среди подросткового населения в разных уголках России. Деятельность, так называемый, групп смерти, повергла в шок всех нас с вами. С 2012 года по настоящее время специалистами Роспотребнадзора была проведена экспертиза. Более 13 тысяч сайтов. Основой суицидальных наклонностей у подростков, как правило, является неблагоприятная обстановка в семье. Особенно, когда близких людей ребенку заменяет гаджет. С данным проблемой уже на протяжении двух-трех лет, когда уже единичные факты возникали, а потом уже все больше и больше. И вот в текущем году это практически всю страну и подростковой области. Модераторы так называемых групп смерти, как правило, отличные психологи. И если раньше их целевой аудиторией были подростки от 16 лет, то теперь специалисты отмечают резкое омоложение группы риска. В нее теперь входят дети от 12 лет. Это те дети, которые в наибольшей степени сейчас выгодивают навыками работы в сети с использованием различного рода гаджетов. Дети рано взрослевшие, безусловно. Дети, скажем так, талантливые во всех своих проявлениях, именно на эту категорию населения и направлено, а это направленное воздействие, в этом не стоит сомневаться, и направлены вот эти механизмы. Выход из такой ситуации, по мнению специалистов, регулярная профилактическая работа с родителями. Ведь если вовремя увидеть изменения в поведении ребенка, трагедию можно предотвратить. Алена Касаткина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. «Орел» стал местом проведения традиционной всероссийской гимназиады и всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо». В наш регион прибыли почетные гости. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета общества «Динамо», президент Всероссийской Федерации самбо и ряд других. В этот день были сделаны важные заявления, в том числе, касающиеся будущего самбо. Наталья Пехтерева продолжит. Самбо больше, чем спорт. Его приверженцы говорят так. Это образ жизни, философия, это то, что объединяет. Сегодня отечественная система самообороны без оружия набирает популярность во всем мире. Президент Владимир Путин также является неоднократным чемпионом по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Люди, для которых самбо больше, чем спорт, собрались в Орловском регионе. Среди них известные спортсмены, представители Миноборнауки, Международной Федерации Школьного Спорта, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета общества «Динамо» Рашид Нургалиев поблагодарил Орловщину за гостеприимство и возможность принимать форум столь высокого уровня. Добрые слова непосредственно Вадиму Владимировичу, вашему губернатору, за то, что именно здесь, в Орле, мы проводим это знаковое мероприятие по развитию самбо в нашей стране. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Огромное спасибо этому университету, который нас сегодня здесь приютил, создал нам хорошие условия. И мне кажется, что здесь мы сегодня действительно будем обсуждать тему, которая очень актуальна для нашей страны. Я хотел бы особо представить двух человек, которые находятся в этом зале. Это мои друзья, это легенды борьбы, спорт. Это люди, которые заставляли играть гимн Российской Федерации, когда они становились чемпионами мира. И не один раз. Это люди, которые показывали мощь самбо нашего спорта. Это Тагир Абдулаев. И Сурен Палачинский. Спасибо, что нашли время приехать в Орел. Один из основателей самбо отечественной системы самообороны без оружия родоначальник советского дзюдо Василий Ощепков. Его именем назовут улицу в Москве. Здесь откроет спортивный центр «Самбо-70». Спортивные залы и секции открываются по всей стране. Орел не исключение. В Орловской области уже в этом году мы подготовим 11 школ, в которых будут отдельные залы борьбы именно с самбо. Это не значит, что все должны заниматься. Но элементарным приемом самообороны без оружия должны обладать все. И юноши, и девушки. Лишним это не будет в жизни никогда. И еще, я хочу с гордостью сказать, что город Орел в 2018 году будет принимать чемпионат мира по школьному самбо. Проект «Самбо в школу» стартовал в 2015 году. Начиналось с трех регионов. Сегодня это уже сотни образовательных организаций из десятков областей страны. Планы у нас очень большие. На следующий год у нас юбилей нашего видоспорта. Официальной датой, как вы знаете, считается 16 ноября 1938 года, день рождения нашего видоспорта. И мы в рамках этого юбилея поставили задачу, чтобы у нас тысячи школ вошли в проект «Самбо в школу». Во-первых, должен быть подготовлен преподаватель, который должен знать психологию ребенка. Он не должен его тащить в зал. Он должен ему разъяснить смысл. И вот этот смысл, по сути дела, мы сегодня как бы его и раскрываем. Это первое. Второе, на мой взгляд, очень важно, чтобы ребенок имел к этому интерес. Любое соревнование – это всегда преодоление. В первую очередь себя, а в «Самбо» это еще и соперник, который тоже хочет победить. И вот этот опыт преодоления, совершенствования, он для жизни будет значить очень и очень многое. Круглый стол завершился подписанием соглашений о взаимодействии по реализации проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо». Старт дан. Самый ответственный этап впереди. «Орловщина» станет местом проведения чемпионата мира по школьному «Самбо». Международные соревнования такого уровня пройдут впервые. Для нас это очень почетно. Естественно, мы к этому мероприятию будем готовиться. Готовятся все вместе и совместно с федерацией. Потому что это не просто какое-то рядовое событие, это все-таки чемпионат мира. Здесь будут участники разных стран, те, которые заявятся, те, которые отберут свои школьные команды и будут показывать то мастерство, которое получили школьники, ребята у себя в своих государствах. Далее почетных гостей пригласили на церемонию открытия Всероссийской гимназиады и Всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо». В Орловском регионе собрались более 1 тысячи спортсменов из 30 с лишним регионов России. Церемония открытия выше всяких похвал, говорили гости. Понятно, что все победителями и чемпионами стать не смогут, но стремиться к этому ребят надо. Нам нужна воспитанная, сильная, крепкая, патриотичная, верная своей стране молодежь. И такие мероприятия проводятся только для того, чтобы то, о чем мы мечтаем, и то, что мы желаем, происходило. Удачи вам победит сильнейший. Самое главное, чтобы здесь 31 команда, 31 субъект Российской Федерации как можно больше и подружились, узнали о всех республиках, которые здесь участвуют. Да и, конечно же, эта дружба должна дать вам возможность самореализоваться. С началом прекрасного старта, успехов вам! Плавание, дзюдо, шахматы, легкая атлетика, кикбоксинг, стрельба из лука, художественная и спортивная гимнастика. Это лишь неполный перечень гимназиады. Турниры по всем видам спорта продолжатся 23 и 24 сентября. Затем из победителей гимназиады будет формироваться сборная команда «Спорт общества «Юность России», которая представит Российскую Федерацию на Всемирной гимназиаде 2018 года. Наталья Пехтерева, Андрей Борисовский, телеканал «Первый област». Со спортивными новостями прямо сейчас Андрей Деркач. Здравствуйте! Успешная защита. Орловский бриллиант Владислав Туйнов одержал 32-ю победу в профессиональной карьере. Напомним, в славянском городе Копер состоялось бойцовское шоу промоутерской компании «W5». В столкновении легенд бились два орловских бойца Сергей Чадин и Влад Туйнов. Первый решением судей в своем поединке уступил противнику. Рейтинговую встречу Сергей Чадин проиграл итальянцу Яу Акбетифа. Наш бриллиант, напротив, не только смог провести защиту титула чемпиона Европы по версии «W5», но и отправить в пятом раунде соперника на конвас ринга. В весовой категории до 71 килограмма боец школы Чадиных встретился с датчадином Хасаном Мухареба и уверенно победил. Орловская лучница в призах Кубка России. Мария Виноградова в Калининграде она стреляла на медаль. С 7 по 15 сентября в самом западном областном центре страны прошло первенство и Кубок России по стрельбе из лука. Участие в нем приняло около 400 лучников из 35 регионов страны. В перестрелке за первое место наша Мария Виноградова уступила одно очко местной лучнице Наталье Авдеевой. Итог. Орловчанке удалось выиграть серебро Кубка страны. Областная столица накануне приняла первый всероссийский финал по робскиппингу среди школьников. Были команды городов Ливны, Колпна, Омск, Москва, Лыткарина, Санкт-Петербурга, а также Ростовской области. Орловщина на первом финале по робскиппингу в спортивном комплексе ОГУ имени Тургенева представила 5 команд из 60 человек. Хотя робскиппинг пока не признан официальным видом спорта, поклонников хватает. Особым спросом прыжки со скакалкой пользуются у младшего поколения. Это здоровье, это координация, это ловкость, это кардиотренировка. И это, конечно же, посмотрите, мальчишки и девчонки вместе демократично. И возраст любой, начиная от 7 лет до 11, мы все здесь участвуем. Помимо зачетной части, состязание орловского зрителя программа покорила фристайлом и домашними заготовками. Прорадовали болельщиков и результаты первого школьного финала. На первом месте Ростовская область, Колпнянский лицей Орловской области взял серебро. Сборная Москвы расположилась на третьей ступени пьедестала. Общественная организация Вятичи отметила 5 лет со дня основания. Дата ознаменовалась открытием в областном центре новой спортивной площадки. Это шестой центр единоборств с одноименным названием Вятичи, в стенах которого культивируют такие дисциплины, как грэплинг, кикбоксинг, китайский бокс и смешанные бои. Ранее организация успела открыть спортзалы в Ливнах, отраде, залегающие в Становом и Мценске. Спорт как альтернатива алкоголя, наркотиков, табака, возрождение культуры, традиций и обычаи нашего народа и экология. Лидеры движения уверены, все созданные условия повысят интерес молодого поколения к спорту. Также с детства будут прививать патриотический дух и здоровый образ жизни. Занятия единоборствами всегда воспитывают внутреннюю составляющую, дух. И я за то, чтобы в нашей стране, в Орловской области, в Орле, здесь в центре города, ребята занимались спортом. Тренировки в клубе единоборств Вятич идут на индивидуальной основе. К занятиям привлекают детей от 7 лет и старше. В Орле стартовала ежегодная спартакиада и универсиада, в рамках которой запланирован целый ряд оздоровительных и физкультурных мероприятий. Соревнования по душе, а точнее по силам, нашлись для каждого. Самые быстрые бегали эстафеты, метки попадали в десяточку в дартс, прыгучие студенты осваивали скиппинг, участники состязались в настольном теннисе и подтягивались. Не обошлось и без футбола, волейбола и баскетбола. Всего же в соревнованиях приняло участие 5 вузов и 11 СУЗов. Количество участников внушительное – 600 человек. На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных. На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28 и 508 088. В студии был Ростислав Билык. Всего доброго. Домашний уют с магазинами Европа. Собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. ЗАО «Сахарный комбинат» от Радинский срочно примет на работу грузчиков. Зарплата 50 тысяч рублей. Домашний уют с магазинами Европа. Совершайте покупки, собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. Ростсельхозбанк объявляет о новых вкладах с повышенной процентной ставкой. Вклад доходный или инвестиционный. Выбор за вами. Узнайте подробнее в офисах и на официальном сайте Ростсельхозбанка. АО «Ростсельхозбанк». Минеральная лицензия Банка России номер 3349. Домашний уют с магазинами Европа. Совершайте покупки, собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. Мальчишки и девчонки, а также их родители. 23 сентября. Открытие детского театрального сезона. Вас ждут аквагрим, шоу мыльных пузырей, а также веселая сказка с чудесами и превращениями. Код против людоеда. 23 сентября. В театре «Свободное пространство». Внимание! Орловский государственный университет имени Тургенева объявляет набор слушателей в группы подготовки к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ и вступительным испытаниям университета. Подробная информация по телефону 590644 и на сайте орелунивер.ру Академический театр имени Тургенева представляет 5 октября. Открытие 203-го театрального сезона. 5 и 6 октября. Музыкальная комедия «Жить и умереть на сцене». Юбилейный вечер народного артиста России Петра Сергеевича Воробьева. Билеты в кассах театра. Информация по телефону 762546 и на сайте театра. Где однажды проходил Великий Шелковый Путь. Чемпионы сегодня и звезды уже завтра сияют ярко в Туркменистане, в Олимпийском комплексе Ашхабата. Стадионы мирового уровня, готовящие следующее поколение олимпийских звезд, готовы приветствовать лучших спортсменов Азии, чтобы быть в центре внимания в Ашхабате. На пятых азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам. Здравствуйте! Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Теплая, оптимистичная и солнечная суббота ждет нас по всей области. Где бы вы в выходной не оказались на территории Орловщины, вас встретит летний день, свежий и погожий. Скоро вернемся к подробному прогнозу. Генеральный партнер программы – компания «Стройсервис». «Стройсервис» представляет свой первый микрорайон на природе. Чистая экология, не тронутый ландшафт и близость реки. До 30 сентября квартиры от 950 тысяч рублей. Натуральный кофе «Либой» эксклюзив – это настоящая находка для ценителей высококачественного кофе. Превосходный купаж арабики, выращенный на высокогорных плантациях Колумбии, очарует вас насыщенным богатым вкусом. Кофе «Либой» эксклюзив поднимет настроение в любую погоду. И к прогнозу. В Амцинске солнечно, без осадков, плюс 19, ночью плюс 8. В Ливнах солнечно, температура плюс 19, ночью плюс 9. В Болхове без осадков, солнечно, термометр покажет плюс 18 днем, ночью плюс 8. В Орле без осадков, солнечно, температура плюс 19, ночью 9 градусов тепла. Ветер восточный со скоростью 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Это прогноз на субботу, а мы всегда с вами на Первом областном. Наши партнеры. Новая коллекция теплых, легких и практичных пальто и курток. Уже в продаже. Магазин женской одежды «Марита». Книжно-канцелярская компания «Оптимист» объявляет мега-акцию 1 мая до конца сентября. А уже 30 сентября будут разыграны 28 супер-призов. Один из счастливчиков станет обладателем автомобиля «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Оборудование для водоснабжения и отопления вашего дома. Щипная площадь, дом 7. Одежда ведущей предоставлена свадебным салоном «Леди». Хорошего отдыха и прекрасного настроения. До новых встреч. Компания «Стройсервис» представляет свой первый микрорайон на природе. Для вас чистая экология, нетронутый ландшафт и близость реки. До 30 сентября квартиры от 950 тысяч рублей. Первые ключи выдаем уже в сентябре 2017 года. Спешите! Выбирайте наш микрорайон для счастливой, комфортной жизни. Звоните 49-54-54. Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров. От производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании «Универмага». Центральный вход, второй этаж налево. Грандиозная акция от «Оптимиста». С 1 мая по 30 сентября. Соверши покупку в магазинах сети «Оптимист» и участвуй в розыгрыше множества призов. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Котлы, колонки, фитинги, трубы, радиаторы, смесители, мебель для ванной комнаты от производителя. Акция. Газовый двуконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания «Бош» за 25 220 рублей. Радиатор литой алюминиевый «Аллекорт». Одна секция – 240 рублей. Магазин «Сантехтепло». Щипная площадь 7. Сантехтепло. Магазин «Сантехтепло». Магазин «Сантехтепло». Продолжение следует...